Международная конференция по биоинформатике собрала сегодня в Новосибирском академгородке ученых со всего мира. Вопросы крайне разнообразные. В каких генах скрыты причины старения и болезни человека? Как помочь фермерам снизить затраты на содержание скота? Олеся Герсименко узнала, насколько готовы генетики изменить нашу жизнь. Геном, регуляция и структура три кита, на которых держится биоинформатика, безусловно, одна из главных исследовательских областей будущего. Ну а каким будет наше завтра, сегодня определяют ученые. Как работают гены, какие признаки кодируют и как всю эту информацию проанализировать? Вопросы, которые решает биоинформатика. Новосибирцы включаются в мировой исследовательский процесс со своими разработками. В частности, вместе с британскими коллегами обнаружили гены, которые, вероятнее всего, связаны с дарсалгией, иначе остеохондрозом. Боли в спине, как нечто заложенное в геноме. С такой стороны, к заболеванию раньше никто не подходил. Гены, ответственные за болезни, за спортивную активность, наконец, за старение. Все это мишени для научного поиска. Продолжительность жизни человека определяется не только окружающей средой и образом жизни, но и, конечно, генетической компонентой. Есть генетические линии животных у нас в институте созданных, которые стареют в два раза быстрее примерно, чем обычные. Геномика животных – еще одно перспективное направление. И здесь выгоду могут ощутить фермеры. Новосибирцы проанализировали геномы двух десятков российских пород скота. Искали и нашли гены устойчивости к холоду. Ученые рассчитывают, что в будущем станет возможно их пересаживать. Как, например, удалось за рубежом перенести ген устойчивости к туберкулезу от одной породы коров к другой. Почему бы и в России не вывести суперпороду? Вы можете искать адаптацию к условиям среды, а можете искать адаптацию к тем или иным экономическим признакам. То есть вам надо просто отбирать гены, которые отвечают за продуктивность молока, качество мяса и так далее. Без сомнения, самый быстро растущий сектор экономики сегодня – фарминдустрия. И тут тоже важно не идти по следам иностранных коллег, а прокладывать новые дороги. В частности, сибиряки сегодня работают над антидепрессантами нового поколения на основе лития. Лития – это препарат, который позволяет при агрессивном или ажиотированном поведении человека уменьшить уровень эксплозивного поведения. И наоборот, этот же препарат в тех же дозах при наличии депрессии выравнивает это состояние. На конференции ученые из 30 стран. Докладов сотни. На обмен опытом и знаниями у исследователей неделя.